Всем привет, меня зовут Маша, и я обожаю мейкоп. И сегодня, ребят, мы с вами опять обсудим новые релизы. Это очередной выпуск «Купить нельзя забыть». Ребят, мы с вами очень давно не обсуждали новые релизы, поэтому постараюсь быть максимально краткой. Также для вашего удобства будут тайм-коды у этого видео. То есть вы можете перейти в ту часть, которая вас волнует больше всего. И давайте мы прям не будем это затягивать, а сразу же начнём. По традиции мы начнём с вами с категории «Новый бренд». И здесь меня заинтересовал и взволновал всего один новый релиз. И это бренд от Samantha Randhall. Бренд называется Global Auric. И это люксовый бренд, исходя из цены продуктов, а также исходя из того, как выглядит упаковка. Упаковка, конечно, выглядит нереально красиво. И первые два продукта, с которыми она решила выйти, это жидкий холайтер Glow Last за 45 долларов в 7 оттенках, а также Small Reflect. Это такой дул, который состоит из кремового праймера, а также сухого прессованного пигмента. И это что-то по типу кремовых теней от Tofford или, например, теней от тех же самых Dose of Colors. То есть у вас есть праймер и есть также сухой пигмент. Цена данного продукта будет 39 долларов. Всего три оттенка представлено. И мне кажется, что всё это... Насколько интересно, настолько же и нет. По крайней мере, мне, наверное, не интересны ни один, ни другой продукт, потому что жидкие холайтеры — это такая штука, которая портится. Опять же, сейчас, когда мы продолжаем носить маски, всё-таки использование подобных продуктов затруднено. Так, если смешивать с тональной основой, конечно, это очень красиво. Я люблю такие штуки, и я говорила, что мне очень нравится подобный продукт от бренда Iconic London. Если же говорить о кремовых тенях, то мне кажется, что это несколько дорого. По крайней мере, я не готова потратить столько денег на подобный продукт, потому что, так как косметики у меня очень много, пользоваться им очень быстро я не смогу. Такие продукты довольно-таки быстро портятся. Я имею в виду кремовая часть. Если же говорить о вот этих вот двушках, да, то есть кремовая часть и сухая, то 39 долларов, по-моему, это очень дорого. И у меня так много всяких разных продуктов, в том числе и жидких теней, которые мне тоже хотелось бы когда-нибудь закончить. Мы даже не будем их с вами разбирать. Я даже не уверена, будем ли мы с вами делать расслабление моих помад, потому что мне просто стыдно за помады. А относительно кремовых теней, мне кажется, что я, наверное, просто сама разберу, выкину то, что нужно, что не нужно, и буду с этой коллекцией жить, пытаться закончить. Если же говорить именно о таком продукте, то я, честно говоря, не готова сейчас ничего подобного покупать, так как всё-таки из-за того, какая здесь формула, данный продукт упортится намного быстрее. И это то, что ты покупаешь, если ты хочешь и 40 ваксов свои отбить, тебе нужно пользоваться этим каждый день. С учётом того, какая большая у меня коллекция, конечно, это не произойдёт. Но и, честно говоря, оттенки мне не показались как-то очень любопытными. Давайте перейдём в следующую категорию, и следующая категория — это уход. И начать я хотела бы с крема для лица от бренда Laneige, крем с этамином C. Я, на самом деле, очень люблю подобные продукты, то есть я люблю крема с этамином C. Но при мысли о креме с этамином C у меня сразу же в голове вспыхивает такое красное табло со словом «борлинг», «осторожно, смотри, что там». Главное, что там не было эфирных масел цитрусовых. Цитрусовые — это самые сильные аллергены. И независимо от того, какая концентрация, с течением времени это может влиять на состояние вашей кожи. Я знаю, что многие относятся к этому более-менее расслабленно. Я не отношусь к этому расслабленно, потому что это всё имеет накопительный эффект. Если у вас сегодня нет аллергии, это не значит, что её у вас не будет никогда. А витамин C, точнее говоря, цитрусовые, это не из самых сильнейших аллергенов в принципе, что только есть. Поэтому я всегда сама с вниманием подхожу к этому моменту и вам тоже рекомендую. Данный крем покупать не буду, потому что у меня пока что есть чем пользоваться. И вообще, наверное, мне не очень нравится бренд «Ланеж». У них обычно очень много силиконов. Я не видела состав данного крема. Мне интересно посмотреть. Я знаю, что очень многие любят данную марку. И это такой люксовый корейский уход. Я так понимаю, точнее говоря, премиум, наверное. Всё-таки шоуасу, наверное, уже будет именно люксом. А «Ланеж» скорее премиум. Но в любом случае это не бюджетный корейский бренд. Тем не менее, у них очень много диметикона. То есть даже до таких моментов, что в тонике для лица содержится диметикон. То есть в продукте, где его содержание вообще не оправдано. И это меня смущает. В общем, на самом деле, всё, что я пробовала от «Ланеж», было либо не очень, либо, ну, такое. В любом случае пользоваться, точнее говоря, покупать не буду. Зато меня очень сильно заинтересовал крем от «Супергук». И это крем с SPF 40. И крем также, который содержит венце, также неоцинамид, гиалуроновую кислоту, а также экстракт сливы. И, ребят, я просто, когда увидела это в «Сифоре», я просто моментально положила его, вот, без задней мысли, положила его в корзину. Мне нравятся продукты от «Супергуб». Их «Ансин санскрин» очень классный. И вообще, на самом деле, да что сказать, мне действительно нравится. Это безопасно и для нашей кожи. Это минеральные санскрины. Это безопасно и для горловых рифов. Со всех сторон, куда ни посмотри, «Супергуб» действительно очень хорошая марка, если мы говорим о защите от солнца. И потом я уже подумывала, что вообще-то на самом деле у меня сейчас довольно-таки много средств для защиты от солнца, поэтому, наверное, стоит всё-таки использовать то, что у меня есть, дабы то, что у меня есть, не испортилось, да. И, может быть, уже ближе к лету или скорее к осени, я не знаю, как это получится, насколько быстро я использую то, что у меня есть. Я хочу попробовать. То есть это то, что я обязательно покупаю. Наверное, и маме куплю тоже, потому что действительно очень-очень любопытно. В любом случае, мне интересно, пробовали ли вы что-нибудь от этого бренда и интересен ли вам данный крем. Следующий продукт, который привлёк мне внимание, от бренда «Тача», и это «Дедюи Сирум» за аж 88 долларов. Что есть в этой сыворотке? В этой сыворотке есть кислороновая кислота, естественно. Также здесь есть японские суперфуды, сквалан, а также молочная кислота. Конечно, это люксовый бренд. Мне кажется, он получил столько хайпа, особенно на американском ютубе. Конечно же, восприятие цены здесь и там несколько разное. То есть 88 долларов в России и 88 долларов в США – это совсем не одно и то же. Я не могу сказать, что это позволяет мне тратить деньги вообще бездумно, но не имею в виду на косметику. Но тем не менее, это, скажем так, проще. Тем более, когда речь заходит об уходе. На самом деле, мне интересно попробовать, но опять же скажу так. По моему опыту из всего того, что я попробовала от бренда «Тача», это было всё прекрасно, это было всё здорово, но я не могу сказать, что это было невероятно. Я, наверное, больше такой человек, который обращает внимание на активы, а вот крем, который просто или какая-то сыворотка, которая будет просто увлажнять, просто делает мою кожу приятной, напитанной, ну, я не уверена, что я хочу тратить такие большие деньги на подобный продукт. То есть у меня есть продукты, которые мне нравятся. Например, сейчас я вам уже говорила много раз, я пользуюсь на ночь, мне нравится крем от «Агава». Это израильская косметика, это тоже крем, в котором особенно активов каких-то таких нет. Это просто крем, который увлажняет, там нет ни пептидов, ни ничего такого сверхъестественного. Но этот крем даёт невероятно увлажнение моей коже, он мне очень подходит, он и питает, и увлажняет одновременно. Но также я могу пользоваться каким-то кремом недорогим от тех же Ordinary, обычный их крем увлажняющий. Но при этом я куплю себе дорогую какую-то сыворотку, в которой будут действительно классные активы, которые будут мою кожу напитывать и так далее, и тому подобное. В общем, в любом случае, я думаю, что это очень любопытно, но пока что попробовать я ничего такого не готова. Точнее говоря, вот именно этот продукт и тач пробовать не готова. Но всё, что я пробовала, до этого тача мне понравилось. Но опять же, повторюсь, я не нашла, наверное, соответствия этой высокой цены вот этому качеству. То есть я готова заплатить большие деньги за активы, а вот за просто увлажняющий крем, наверное, нет. Давайте перейдём к следующему продукту. Я, ребят, зачитаю. Это Summer Friday The Cloud Dew. Это гель-крем, очень лёгкий для содержания масел. Цена его будет 42 доллара. И он содержит керамиды, минералы. Также содержится в нём гиалуронка и аминокислоты. И я, кстати, вот буквально вчера ночью, или сегодня утро, получила письмо от BoxyCharm, где был такой манифест от Summer Fridays, где они извинялись за продукт их же, который вышел также относительно недавно, да, The Jet Lag Mask. И это была маска такая, успокаивающая, увлажняющая для лица. И в этом письме Summer Fridays, собственно говоря, извинялись перед покупателями за то, что оказалось, что было много недовольных, потому что маска жгла лицо, были неприятные ощущения на коже. И это, ребят, опять же, нас возвращает к тому, что вот у нас 2021 год сейчас только начался, да, это время, когда, ребят, уже нужно думать о том, что мы наносим на свою кожу. Вы можете говорить, что у меня эфирные масла не вызывают никакой реакции. У меня то не вызывает никакой реакции. Но не вызывает, поэтому я буду этим пользоваться. Нет, нужно об этом думать. Нужно о своём будущем думать сегодня. Завтра уже будет поздно. Поэтому обращайте внимание, точнее говоря, начните сейчас этим заниматься. Кстати, если вам это было бы интересно, по-моему, на Полосчойс есть такой раздел, где как раз они говорят об активах, они расписывают их подробно. На самом деле в интернете куча информации об этом. Если вам интересно, мы как-нибудь можем тоже с вами об этом поговорить. Я как-то давно начинала вести рубрику об уходе за кожей, но когда у меня канал был очень маленький, и как-то, наверное, я бы сказала, не очень... С большим теплом данное видео было встречено. Если сейчас было бы интересно, я бы, наверное, начала. По крайней мере, мне было бы интересно, было бы ли это интересно вам. Если да, то я что-нибудь расскажу вам. Но вот так, в целом, информации очень много в интернете. То есть открывай и читай. Давайте мы от Summer Fridays перейдем к следующему релизу, который меня заинтересовал. Алиша Кис и Эльф наконец-то явили миру другие свои новинки. И это линейка Сукея Солкер. Она вышла здесь у нас с пудрой-эксфолиатором, то есть как акрисовая пудра у тех же самых тача, с средством для умывания. Все это в пределах 20 долларов. Далее мисс для тела за 22. Глиняная очищающая маска за 28. Бальзам для лица и тела за 12. А также увлажняющий крем для лица за 30 долларов. Я, ребят, говорила вам о том, что я очень люблю Алишу Кис, и я хотела бы ее поддержать в этом начинании и попробовать что-то из ее линейки, когда будет больше продуктов показано. И появились эти продукты на ульте. Я почитала составы, ничего страшного там нет, но ничего такого, знаете, чтобы правтейкин, то есть такого, чтобы прям вау, мне это надо, наверное, нет. Так как мы с вами тут занимаемся расслаблением, также посмотрела на свою коллекцию ухода за лицом и телом. Поняла, что мне, наверное, вообще стоит немножко то, что называется Calm Montitis, просто успокоиться. И пока что, наверное, постараться закончить то, что мне есть, потому что у меня есть действительно классные продукты. А то, что Алиша представила, это, скорее, знаете, никакого вреда, но и никаких таких огромных бенефиц для вашей кожи. Поэтому я решила, что, наверное, пока я не буду это покупать, так как у меня на этой неделе уже закончится 2 недели с того момента, как я была в отпуске, и я смогу начать пользоваться и ретинолом, и кислотами. Поэтому пока что вот таких кремов спокойных, обычных, я покупать не хочу. Думаю, что пока что это просто не продано. А вот то, что мне реально показалось очень интересным, это патчи от прыщей, от несовершенств, от BH Cosmetics. Стоить они будут всего 9 баксов, и вы получите 30 штук. То есть, в принципе, ну, это дёшево, да? Я когда увидела, я подумала, вау, я хочу. У меня, на самом деле, довольно-таки редко возникают прыщики на коже. Наверное, ближе к определённым дням месяца, да, может что-то происходить. А так, в принципе, я свою кожу проблемной не могу назвать. Наверное, знаете, в те моменты, когда ты её пересушиваешь, вот что-то такое может появиться. Но в целом у меня таких проблем нет. Но патчи такие у меня есть. Не именно от BH, да, в принципе, потому что это очень удобно. И когда увидела, я подумала, вау, я хочу. Потом, глядя на них чуть подольше, я поняла, что, ну, да, это выглядит очень прикольно, это красиво. Звёздочки, сердечки, луна, полумесяц там, они такие сияют. Но вот с другой стороны, если подумать, ты же будешь наносить это на своё лицо, и получается, вместо того, чтобы убрать внимание, да, с проблемной зоны, ты, наоборот, будешь акцентировать это внимание. Ну, ладно, например, если ты эту полумесяц поместишь свой прыщик между бровями, будешь такая Sailor Moon, да? Но если их много, то что? Как ты с этим всем будешь ходить в школу, на работу? Вроде бы классная идея, но если подумать, то получается провал. Что вы думаете по этому поводу? Стали бы вы пользоваться чем-то подобным? И последние два релиза, которые меня заинтересовали, это молочко для тела от Colourpop за 13,50, всего 4 вкуса, авокадо, грейпфрут, кокос и белый персик. Я не пользовалась ничем, если говорить об уходе от Colourpop, я говорила о том, что меня обычно смущают марки, которые производят косметику и потом, я имею в виду декоративку, да, и потом переключаются на уход. Но, в принципе, крем для тела, молочко для тела я попробовала. Наверное, не сейчас, потому что в зимнее время я всё-таки обожаю свой La Roche-Posay. Бальзам именно не молочко, а бальзам, он очень плотный. Если у вас сухая кожа, если у вас дерматит, если у вас действительно есть проблемы с сухостью кожи, то я вам рекомендую, он не имеет аромата, он очень плотный и буквально за пару дней, если у вас даже какая-то сильная проблема, он восстанавливает кожу. А вот это молочко я бы с удовольствием попробовала, наверное, на летнее время, когда последний раз я делала заказ на Colourpop, их ещё не было в продаже, поэтому пока покупать не буду. В следующем заказе от Colourpop обязательно закажу. И последний продукт, который меня очень сильно заинтересовал, я на самом деле положила его в корзину второй раз, но заказ так второй раз и не сделала, поэтому опять его в продаже нет. Появился данный продукт уже на ульте, и это средство для снятия макияжа от ELF, называется он Holy Hydration Makeup Melting Cleansing Balm. И данный продукт, внимание, стоит 10 долларов и содержит в себе гиалуроновую кислоту, естественно, керамиды, а также пептиды. То есть за 10 баксов вы получаете просто полностью упакованный продукт, который снимает макияж и в то же время работает с вашей кожей. Во-первых, давайте начнём с того, что 60 грамм продукта, 10 баксов, ну это нормально, особенно для Америки, это очень круто, я прям реально хочу попробовать. Как только он появится, я его куплю и расскажу вам, как он работает. То есть я абсолютно точно это покупаю. И мне просто интересно, вообще на самом деле это очень забавно, когда мы говорим в том числе об эфирных маслах, то, что я вам говорю, что нужно обязательно смотреть за ними, нужно ими пользоваться, будьте внимательны, будьте бдительны и так далее, это всё, что касается таких средств, как тонер, средств, таких как крем для лица, сыворотка. Но опять же, когда мы говорим с вами о средствах, которые мы смываем, здесь, конечно, тоже не стоит усердствовать, да, но здесь всё-таки такой момент, что ваше время соприкосновения продукта с вашей кожей, оно минимально, и поэтому особого вреда большого принести это не может. Так же, как это не может принести особо пользы, так же, как особого волшебства не сделают средства для снятия макияжа, которые вы потом, естественно, смываете с пептидами и керамидами, особенно за 10 баксов, ну, какой уровень сырья там. В общем, конечно, это всё, как называется, бабка надвое сказала, да, но в любом случае я это беру и вам расскажу, как он, потому что за 10 баксов, если он классный, если он работает, ну, мне кажется, что это очень круто. Ребят, давайте продолжим и начнём говорить о декоративке. И здесь, ребята, хотела бы начать с таких более бюджетных брендов, потом перейти к более дорогим, и также у нас будет категория люкс-тяжёлый люкс. Но начнём мы с вами с бюджета. Итак, Physicians Formula вышли с новым бронзером, называется он The Matte Manoe Butter Bronzer, цена его 13.99 долларов, и его уже можно купить в ульте. Мне на самом деле стало очень интересно, это бронзер, который должен быть очень стойким и water-резистент, то есть водостойким получается, и это очень интересно. Также у них вышла палетка для лица, называется она All Star Face Palum, за 17.99, то есть чуть-чуть дороже. В эту палетку вышли 6 продуктов, в том числе и этот новый бронзер. Так вот, в эту палетку вышли вот этот новый бронзер, старый бронзер, самый популярный бронзер, да, Physicians Formula, благодаря которому они прославились. Далее хайлайтер для лица Mortal Glow, далее Multi-Colored Powder, Rose All Day Petal Glow, так понимаю, что тоже хайлайтер, а также румяна Happy Booster Glow & Mood Boosting Blush. Ребят, я не пробовала ничего от Physicians Formula, кроме их классического баттер-бронзера, и мне на самом деле было бы очень интересно попробовать. напишите мне в комментариях, было ли бы вам любопытно, чтобы я купила эту палетку и, например, какие-то еще бюджетные продукты, и сделала вам, может быть, такое видео с новыми бюджетными релизами, которые не являются колорпопом. В общем, в любом случае, мне кажется это очень интересным, и я хочу попробовать. Следующий релиз от Morphe, и это коллекция The Sweet Oasis Collection. В данный релиз вошли палетка для лица на 35 оттенков, также набор кистей и набор блесков для губ. Блески для губ и кисти меня не интересуют, палетка мне показалась интересной. Я думаю, что данная палетка сыщет много любви у фанатов Morphe. И, кстати, наверное, если бы эта палетка вышла до той палетки Hot Spot, что была у меня, от которой мы с вами избавились, то я, наверное, бы ее купила, потому что как раз-таки коралловую часть я люблю, эти все персики-кораллы, мне это идет, мне это нравится, и бирюзовые меня привлекают. Собственно говоря, ту палетку я покупала только ради этих оттенков. Но, опять же, от той палетки я избавилась, соответственно, эта палетка мне абсолютно точно не нужна. Но мне показалась она очень любопытной, я вижу все, что они пытались этим сказать, и мне кажется, что это прям такая, скорее не весенняя, а именно летняя, такая яркая, сочная палетка. Мне кажется, она любопытной, но убрать, конечно, не буду. Пикси вышли с каким-то огромным количеством новых релизов. Я, ребят, зачитаю, потому что все это запомнить просто невозможно. В данном релизе три маски для лица, также палетка для лица с хайлайтерами и румянами, палетка для лица со скульптором, хайлайтерами, бронзером, а также палетка для век, то есть палетка теней, и огромнейшая палетка для губ на 25 оттенков. Также они вышли с маслом для лица, праймером и такой пудрой, полирующей лицом. И, ребят, я, конечно, ничего покупать не буду, но мне очень любопытно ваше мнение. Что вы думаете по поводу палитр для губ? Мне кажется, что это очень удобно, если ты визажист, но в целом, когда ты покупаешь для себя, то мне кажется, это все-таки не очень удобно. У меня несколько палитр для губ есть, в том числе и от Шанель. И вот по поводу Шанель мне очень жалко, но тяжело, тяжело им пользоваться, потому что это исключительно дома. Или, например, ты на работу можешь взять и оставить, потому что для этого обязательно нужна кисть, иначе ты это не нанесешь, пальцем ты в палетку лезть не будешь, потому что это микробы и так далее. В общем, мне это все кажется очень негигиеничным, когда речь заходит о индивидуальном таком использовании. Хотя для визажиста мне кажется, что это очень удобная вещь. Ребят, были ли у вас подобные палетки? Я не говорю именно про пикси, а вообще палетки для губ. Как вы к ним относитесь? Что вы думаете по поводу подобного типа продукта в целом? Valet Vos вышли с палеткой на 10 оттенков за 18 долларов. Палетка называется Wind Flower. И, ребят, я вижу здесь худу. А вы? Мне очень, на самом деле, нравятся эти оттенки. Меня это все привлекает. Конечно, худу я сдала. Мне вообще кажется, что я когда-нибудь куплю обратно эту худу, потому что она была хороша. Мне она нравилась. Я просто ее сдала, потому что я уже как скруч макдак плаваю на макияже в палетках теней, тем более похожих оттенков. Но палетка там мне, конечно, очень понравилась. И это мне тоже нравится. Брать, конечно же, не буду, но мне кажется, она очень интересная и действительно похожа на худу. А вы что думаете по этому поводу? Я, кстати, никогда еще не пробовала тени от Valet Vos. И у меня есть две палетки теней. Как раз я получила их в своей боксе Charm. Они абсолютно новые. Я их ни разу не открывала, не сводчила. Они прям идеально новые. Я думаю, что, может быть, мы когда-нибудь тоже пройдем giveaway. Я найду их. И, может быть, какую-то отправлю в Россию. И как раз мы пройдем giveaway. Так мне дешевле будет вам это доставить до дома. А вам будет приятно получить подарок. И, собственно говоря, я попробую Valet Vos. И вы попробуете Valet Vos. И коллекция у меня тоже теней немножко уменьшится. Точнее говоря, коллекция запасов. Давайте перейдем к следующему релизу. И это Colourpop. Я не буду говорить обо всех релизах с тех пор, как мы с вами говорили. Произошло просто очень много всего. Я скажу только о том, что мне показалось либо очень любопытным, либо ужасным. Итак, первое, что я хотела бы отметить, это палетки их размером Bite Size. То есть такие малютки, состоящие из пяти оттенков за 10 баксов. Честно говоря, когда я их увидела, я подумала, я хочу. Но на тот момент у меня уже были палетки от Viseart. И поэтому мне показалось, что всё-таки часть этого у меня есть в принципе в коллекции от Colourpop. Да, я имею в виду похожие оттенки. А во-вторых, ну если у меня уже есть Viseart, то зачем мне брать Colourpop? К тому же в некоторых палетках есть кроссованный глиттер, который я не люблю. Но вот так мне кажется, конечно, очень любопытно и интересно, что Colourpop играет с форматами. Следующая коллекция, которая мне показалась неинтересной. Эта палетка, точнее говоря, коллекция The Ear of Oaks. Эта палетка посвящённая как раз году БК. В эту палетку вышло очень много продуктов, как всегда. Если не говорить о вот этом хайлайтере, да, то палетки мне показались просто безумно похожими на палетку Mulan. То есть это как будто бы взяли и расширили эту историю. Но настолько похожие. Я вообще не понимаю ничего о этой жизни. Следующая палетка, которая вышла совсем недавно. Её можно купить уже в ульте. И палетка называется Off Melrose. И эта палетка очередная нюдовая палетка. Мне кажется, что вот здесь, конечно, Colourpop просто, наверное, стреляет, что называется, по воробьям. Причём пытаются попасть в каждого. Мы за тот год увидели несколько нюдовых палеток. Одну я купила. Это палетка Garden Rite. Но вот столько нюдовых палеток вышло у Colourpop за это время. Мне кажется, как-то вообще даже неприлично много. То есть, да, я понимаю, что они разные. Если ты не купил то, то, возможно, ты купишь это. Потому что вот это, это микс того и вот ещё того. Но так, конечно, это очень сомнительно и очень странно. Как-то на самом деле начинает раздражать. Я на сегодняшний день вообще настолько довольна и спокойна относительно Colourpop, наверное, что должно произойти что-то невероятное, чтобы я пошла и купила. Мы с вами посмотрели на мою коллекцию. На удивление мы избавились от двух палеток. Одну палетку я передала подруге ещё в прошлом году. И, да, я теперь вообще спокойно, как удав, сижу на своём месте и жду, когда у Colourpop появится что-то очень прикольное. И этим прикольным мне показалась коллекция в коллаборации с Animal Crossing. И, боже мой, ну какая же это милота. И, честно говоря, даже несмотря на то, что я не знаю, что такое Animal Crossing, кроме того, что я знаю, что это какой-то эп. Об этой игрушке очень много говорили американские ютуберы, особенно во время пандемии. И я так понимаю, что все от неё без ума. Я не знаю, что это такое. Я не смотрела даже, не заходила, не искала, не пыталась разобраться, что именно это за игрушка. Но, боже мой, как-то всё мило. И, конечно, вот чисто визуально я бы хотела что-то купить. Даже несмотря на то, что похожие оттенки у меня есть. Но в каждой палетке на 4 оттенка у нас есть прессованный глиттер. И это та формула, которую люди, то есть потребители Colourpop, предпочитают меньше всего. Мне кажется, это немножко, знаете, плохие игры. Я понимаю, что этот коллаб всё-таки будут покупать, независимо от того, что там вообще находятся, какие оттенки и как много дюпов уже есть в коллекции, будут покупать именно фанаты Animal Crossing. Но вот, честно, мне кажется, что это просто некрасиво. Когда формула, которая настолько нелюбима многими, помещена в каждую палетку на 4 оттенка. Давайте мы от Colourpop перейдём к следующим релизам. И здесь я хотела бы отметить 3 бренда, которые вышли с тональными основами. И это тоже бюджетный сегмент. И это Catrice. Тональная основа называется True Skin Hydrating Foundation. Цена её 11 долларов. Далее Milani Glow Hydrating Skin Tint за 11.99. А также Wet n Wild Wear Focus Tinted Hydrator Skin Whale за 5.99. Цены просто нереально низкие. Кстати, у Milani, насколько они объясняют, покрытие от прозрачного до лёгкого. То есть, это вообще дуаль. И я, честно говоря, не очень это понимаю. Потому что, когда мы наносим тональную основу, хотелось бы, наверное, что-то прикрыть, что-то скрыть или выровнять. А если покрытие прозрачное, а оттенка всего 4, то даже если чуть-чуть это не будет соответствовать твоему тону кожи, если вдруг это будет сползать, то, конечно, это будет просто дизастер. Очень интересно, как это работает. Но вот если говорить об этих тональных основах, мне было бы интересно попробовать тональную основу от Catrice. Потому что я не пробовала вообще ничего от Catrice. А также, пожалуй, вот эту тональную основу от Wet n Wild. Потому что как раз-таки скоро будет весна, и вот эти лёгкие тональные основы — это то, что надо. И я так подумала, а почему бы нам не сделать такое мероприятие, такую серию видео. Может, вы знаете, раз в две недели, когда мы будем открывать новые тональные основы, буду делать обзоры на то, что у меня уже есть. Я не буду делать обзор исключительно на тональную основу, то есть мы будем с вами тестировать что-то ещё. Может быть, даже перерыв в две недели будет максимально адекватным, потому что так я смогу записать какую-то часть видео в качестве первых впечатлений, да, нанести тональную основу вместе с вами, рассмотреть в течение, там, 5-8 часов, а потом уже поносить её после этого несколько дней и вынести свой вердикт — хорошо, плохо. И под эту же тему пробовать какие-то другие продукты для лица или тени и так далее. Мне кажется, было бы интересно, как раз у меня есть какие-то палетки от Colourpop, которые не испробованы, хотя они большие. Но, в общем, в любом случае, может быть, как-то это организовать. Плюс мы с вами, как я сказала, открыли несколько тональных основ, точнее говоря, положили в мой ящик несколько новых тональных основ. И вот эти недорогие основы тоже мне кажутся интересными и недорогими. То есть их я точно могу купить и не жалеть, если это окажется плохим. Что вы думаете по этому поводу? Было ли бы вам это интересно? Напишите в комментариях. К этой же теме можно было бы, пожалуй, попробовать ту же самую палетку от Physicians Formula или, например, палетки от тех же самых Wet n Wild. А они вышли просто с какой-то кучей палеток новых, которые стоят от 4 долларов до 6. Я помню, насколько много было восторженных вздохов и охов и ахов относительно как раз-таки палеток от Elf. Мне было бы интересно попробовать Wet n Wild. Настолько же они хороши, как палетки от Elf Bite Size. Мне кажется, что за эту цену, ну, мне кажется, что вряд ли можно сделать что-то хорошее. Я посмотрела на эти палетки и, честно говоря, не уверена, какую бы мне, в принципе, было бы интересно взять. Но, наверное, что-то можно было бы выбрать, хотя бы одну палеточку, да, попробовать просто из любопытства. Ну, две, вот как-то так. В любом случае, напишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я знаю, что меня смотрят люди, которые любят бюджетную косметику, и их этот сегмент интересует больше, чем люкс. Далее мы с вами перейдём к более такому дорогому сегменту. Это косметика премиум класса, и хотела бы начать с палетки от Too Faced. Палетка называется Be My Lover. Цена данной палетки 27 долларов. Я так понимаю, что она выпущена к дню Святого Валентина. Мне кажется, она очень симпатичной. Брать, конечно же, не буду, потому что очень симпатичного очень много чего. И да, я слышала, что в этих палетках качество неплохое, и я хотела бы, если честно, попробовать. Но я уверена, что данные палетки окажутся в TG Max через какое-то время. Поэтому я пока что посижу и подожду. Бежать покупать не буду. Интересно, мне кажется, то количество хайлайтеров, которое свалилось на нашу голову за последнее время. И мне очень сильно понравились хайлайтеры от MAC. Честно говоря, мне не заинтересовало ничего из того, что MAC запускает помимо хайлайтера. И вот эти все новые релизы, палетки, помады и так далее. А вот хайлайтер, просто я по гороскопу рыбы, меня очень сильно взволновало. Ну, не знаю, что даже делать. Хайлайтер это бежево-серебряный. То есть получается, что он такой под цвет кожи. И когда ты поворачиваться будешь, он будет таким холодным. Не знаю. Вроде бы я персиковые хайлайтеры люблю, правда ведь? Вроде надо подумать об этом. Но опять же, рыбки. Не знаю, что делать. Это, в общем, любопытно, но, наверное, попродержу к ней, скажем так. А что вы думаете по этому поводу? Также меня заинтересовал хайлайтер от Clinique с бычком. Очень мило все. Посвящено опять же нашему году, наступившему 2021. Слышала очень много хорошего о хайлайтерах от Clinique, но сама еще не пробовала ни разу. Точнее говоря, у меня был кремовый хайлайтер, а вот именно сухих еще не пробовала. Вроде бы любопытно, вроде бы думаю, а зачем? Вроде бы оттенок такой классический, да? Только ради бычка, вроде бы глупо. В общем, покупать не буду, но мне интересно, что вы думаете по этому поводу. И последний хайлайтер, который меня не сильно заинтересовал, но, конечно же, невозможно о нем молчать. И это ABH. Хайлайтер называется Iced Out. Цена его 34 доллара. Я еще не видела обзоров на этот хайлайтер. Как-то не смотрела. Наверное, я бы сказала, как меня он не сильно заинтересовал. Да вообще, в принципе, то, что делает Настя в последнее время, меня не очень сильно волнует. Хотя, конечно, визуально мне он нравится. И многие говорят о том, что этот хайлайтер по текстуре похож на амрези. Оттенок, вроде бы, такой универсальный. Но, опять же, очень классический, всего такого у нас очень много. Поэтому, вроде бы, и хочется взять, а вроде бы и нет. Ребят, вы будете его покупать? То, что меня также как и заинтересовало очень сильно, точнее говоря, наверное, в первую секунду, когда я это увидела, меня очень сильно это заинтересовало. Потом я подумала, ну зачем, а куда? И это их помадка, точнее говоря, гель для бровей. Называется он Brawl Freestyle & Wax. За 23 доллара. И это такой продукт, который позволяет зачесать ваши бровки и заморозить их на весь день. Как я вам говорила, у меня есть несколько продуктов еще от Анастасии. И классический гель для бровей. Также мне приходило что-то для бровей в моих боксах. Поэтому, вроде бы, на обзор было бы интересно взять. По крайней мере, так я думала в самом начале. С другой стороны, вроде бы, зачем покупать то, что мне абсолютно точно не надо. А потом я увидела видеопрезентацию от Narvina как раз-таки этого продукта и поняла, что мне он не нужен. Я не знаю, заметили ли вы, но я начала отращивать брови. Бровей мне бог не дал много. Волос дал на голове, а вот с бровями как-то пожатничал. И вот я решила немножко попробовать их поотращивать. Но вот сейчас у меня, наверное, не в такого количества бровей, чтобы их действительно зачесывать и делать эти бойбрауз. Да, на мне, на самом деле, это и не сильно прикольно бы смотрелось, наверное. Мне кажется, что прикольно, именно красиво. Это смотрится интересно, небрежно и так далее. Вот эта эстетика, мне кажется, смотрится на очень юных девушках и девушках, у которых есть действительно много бровей. Ну, например, на моей лучшей подружке в Америке это смотрелось бы прикольно. А вот на мне, при моём количестве бровей, брови просто хотелось бы аккуратно ложить и закрасить промежуточки. Ребят, напишите мне, что вы думаете по этому поводу, заинтересовал ли вас этот продукт и будете ли вы покупать. А мы с вами продолжим с релизами. Fenty Beauty вышли с Profilten Soft Matte Powder Foundation. То есть это тональная основа, пудровая. И данная тональная основа, точнее говоря, данная пудровая основа должна блюрить. Она должна быть долгостойкой, матирующей. Независимо от того, насколько жаркий климат или насколько влажный, как бы вы ни потели, она должна остаться на месте. Она должна всегда выглядеть идеально, не западать в морщинки, не ложиться пирогом. Также она не кометогенная и её можно наслаивать. И помимо этого, Риана вышла аж с пятьюдестью оттенками данной основы. Конечно же, количество вариантов невероятное. И мне кажется, очень круто. И, конечно же, аплодисменты Риане и так далее. Цена данного продукта 36 долларов. В принципе, это недорого. Но, опять же, я не знаю, насколько мне это сейчас надо. Потому что мы действительно с вами положили очень много всего в мой ящик. И если говорить о недорогих тональных основах, то, наверное, вот сейчас я готова их купить. А что-то подороже, ну, не знаю. Так, честно, абсолютно честно буду с вами. Наверное, я подожду что-нибудь, что меня действительно заинтересует. Как я и сказала, недорогие тональные основы я готова купить. А что-то подороже, наверное, не очень готово. Тем более, если мы говорим о таком формате, всё-таки пудровая основа это то, что кожу, скорее всего, будет сушить. А сейчас, зимой, абсолютно точно этого не хотелось бы. Помимо Рианы, Бекка вышла также со своей тональной основой. Точнее говоря, тинтом для лица. Это что-то очень прозрачное. Всего за 30 долларов. И это 8 оттенков. То есть, что-то типа BB крема, насколько я понимаю. Также Бекка вышла с пудрой для лица за 34 доллара с сатиновой формулой. Сатиновая формула, мне кажется, очень привлекательная, потому что это должно быть не пересушивающим. Должно быть как раз-таки подходящим для меня. Но, если говорить о тональной основе, то я, честно говоря, ещё не пробовала ни одну тональную основу от Бекка, которая бы мне была хороша. Всё, что я пробовала от Бекки, оказывалось в мусорном ведре. То есть, это были те времена, когда я ещё ничего не возвращала. Когда я была такой хорошей, послушной девочкой. И всё, что я покупала, я либо красилась этим, либо передавала подругам, либо выкидывала. И все, да, но и тональные основы, которые я покупала от Бекка во всех формулах, оказывались в мусорном ведре. Буквально после нескольких раз использования, потому что вообще ничего мне никогда не подходило. В любом случае данный продукт покупать точно не буду. Вроде бы это и не слишком дорого, но нет веры у меня в Бекку вообще. Я посмотрю на обзоры, конечно же, но пока желания пробовать точно нет. Зато два следующих релиза мне показались любопытными. И первый релиз Rare Beauty, The Stay Vulnerable Collection, в который вошли 5 оттенков румян кремовых, 5 оттенков бальзамов для куб, а также 5 оттенков жидких теней. Также в эту коллекцию вошла кисть для нанесения, собственно говоря, теней. Цена продуктов вполне демократичная, румяна за 21, блеск для губ, точнее говоря, бальзам за 18 и тени за 20 баксов. И я так понимаю, что коллекция такая с коррелирующими оттенками всего 5 вариантов. И это коралловый, такой бежевый, розовый, также такой ягодный и мауф. Эти 5 оттенков, они не то чтобы повторяются в каждом из типов продуктов, ну, скажем так, микс, да, нюдовый-розовый, кораллово-розовый и так далее. В общем, мне это кажется всё очень любопытным, и я, наверное, хотела бы где-то купить это. Но с другой стороны, мне кажется, что если делать обзор, то это уже не актуально. Уже обзоры на это всё прошли. А если говорить для себя, то мы с вами посмотрели, не так много румян, от нескольких кремовых мы уже избавились. Я думаю, что я, скорее всего, всё-таки попробую эти румяна, но, наверное, просто не сейчас. Как-то так. Также очень любопытно мне показалась палетка от Tarte. Называется она Juicy Amazonian Clay Eyeshadow Palen. В ней 20 оттенков брозовых, также розовых. На самом деле, ну, всё, что мне может понравиться, да, очень симпатичная палетка. И я, наверное, если бы у меня ничего подобного не было бы, пошла бы и купила. Но на 100% я уверена, что через какое-то время данная палетка будет на скидках, поэтому вот тогда, может быть, я её и куплю. А сейчас мне она абсолютно точно не нужна. И два последних релиза, о которых мы поговорим с вами в этой категории, перед тем, как перейти к люксу, это Caledas Makeup, коллаборации с Анжешкой. Коллаборация называется The Club Nebula. В эту коллекцию вошли палетка теней, а также колода карт. Собственно говоря, можете приобрести как просто палетку теней, либо приобрести всё это вместе как пиарбокс, да. И палетка стоит 45 долларов, палетка на 15 оттенков. В ней содержатся матовые металлики, а также доохромы. И, конечно же, ничего от Caledas покупать я не буду. В принципе, я не знаю, может быть, когда-то они выйдут с чем-то очень-очень красивым, и я это захочу купить. Но данная палетка меня ни визуально не заинтересовала, ни вообще качество теней от Caledas не заставили меня желать попробовать что-то ещё. Поэтому Анжешку мне хотелось бы поддержать. Мне она очень нравится, она очень милая девочка. Но чисто визуально палетка вообще просто мимо меня, и покупать точно не буду. Ребят, а вы будете покупать палетку от Caledas? Последний релиз это Melt и Blueprint Collection, в которую вошли палетка теней. А также два гель-лайнера. Один матовый, другой сияющий. Всё в синих оттенках. Точнее говоря, как? Палетка состоит из рыжих, а также синих оттенков, которые были взяты из предыдущих коллекций от Melt. То есть из бывших стоков. У них раньше были такие стоки в этих же оттенках. Они просто взяли и положили их в такую длинную палетку. Боже, что это такое? Блаз, фантазии всякого. Зачем было это делать? Вообще, насколько я помню, американские блогеры говорили о том, что как раз-таки, когда Melt были в стоках, качество было выше, чем качество палеток. И вот если сейчас они эту лучшую формулу перевели в худшую, конечно, всё вызывает вопросы. Да и вообще, в принципе, вызывает вопрос, зачем? Зачем делать то же самое? Если люди любили ваши стоки, так и оставьте это всё в стоках. Зачем делать это в палетке? Как-то непонятно. Если честно, нахожу это очень странным. И брать, конечно же, не буду, потому что я небольшой фанат как рыжих, так и синих теней. И на этом, ребят, сегмент на премию у меня всё. Давайте перейдём к люксу. Итак, ребят, категория люкс, тяжёлый люкс. Я не буду говорить здесь о кушонах, которые вышли у дорогих брендов, да. Потому что, честно говоря, мне всё интересно, я всё заметила, я всё увидела. Но вот как-то, знаете, наверное, это категория продукта, который я ещё не пробовала. И мне страшно. Я не хочу пробовать. У меня был санскрин в форме кушона. А вот именно тональную основу как-то я не готова пробовать пока что. Поэтому сильно останавливаться на этом не буду. Давайте мы поговорим с вами о том, что моё внимание привлекло. Итак, двушка от Chanel. Fleurs de Printemps, как-то так, наверное, называется. И это румяна и хайлайтер. И хайлайтер персиковый. Моё сердце остановилось, что называется, да. А румяна кораллово-оранжевый. Вот здесь у меня прям, знаете, такое сомнение. То есть я знаю, что я абсолютно точно буду пользоваться этим хайлайтером. К тому же он сатиновый. То есть он должен быть таким нежным. Идеально подходящим на работу и так далее. А вот румяна я боюсь, что они будут для меня рыжими. Точнее говоря, оранжевыми слишком. И я ими пользоваться не смогу. Мы с вами в перерасхламлении практически все оранжевые румяна выкинули. Поэтому я смотрю на эти румяна. Точнее говоря, на эту двушку. И не знаю, что мне делать со своей жизнью. Потому что мне и хочется, и колется. Поэтому, как-то думаю, 70 баксов отдавать за то, что мне, возможно, не понравится. Честно говоря, просто жалко. Помимо этого, у Chanel выходят помады в новом оформлении. Очень красивым. Покупать, честно, не буду. Но действительно очень красивые. Любая обойдётся вам в 42 доллара. Помады в матовых оттенках. Также можно купить набор, состоящий из трёх помад, за 126 долларов плюс кейс. Очень всё это красиво. Помада как в матовой формуле, так и в сияющей у меня от Chanel пока что ещё есть. И пока что они не закончились. Покупать, пока не собираюсь. Хотя, ну, очень всё красиво. Как всё красиво. Люкс умеет. Люкс умеет заставить твоё сердце таять. Конечно же. Говоря об этом, конечно, хотелось бы сказать и о Lancome, и Софи Хадетта. Вот, кстати, эти помады меня волновали, наверное, больше. Не только потому, что цена на Lancome ниже, но и визуально они мне очень нравятся. К тому же оттенки такие, которые мне понравились бы. Это матовая блюлющая формула. У меня огромная надежда, что это что-то похожее на формулу от Charlotte Tilbury или Colourpop. Как я вам говорила, формулы я нахожу эти очень схожими. И вот здесь оттенки, которые я действительно носила бы. Пока что не поняла, можно ли будет приобрести отдельно какую-то из помадок или только в наборе. Но если можно будет приобрести отдельно Нукулю, то я бы, наверное, взяла помаду в оттенке Mouf. Потому что помада Lancome мне нравится, и упаковка, конечно, тоже такая чувственная, романтичная, нежная. Я бы купила. Говоря о помадах ESL Beauty. Я тут, конечно, сильно долго не буду распинаться. Мы уже все посмотрели в Травмуде, обалдели и так далее. Прибор, который будет по вашему желанию мастерить вам помадки. Сам прибор стоит 299 долларов. То есть 300 баксов ты отдаёшь за прибор. И 100 баксов тебе обойдётся наполнение. То есть вот эти сами палочки, в которых будет помадка. Собрать помаду ты можешь самостоятельно. Но дело в том, что тебе придётся выбрать цветовую семью. То есть ты можешь выбрать либо красный, либо нюды, либо оранжевый, либо фуксию. И получается, что по факту ты, конечно, сможешь собрать свою помаду, свою постамайст лепстик. Но это будет помада из одной какой-то цветовой семьи. Это не так, что ты сможешь иметь и коралловую, и розовую, и красную помаду в этом вот поле. У тебя либо все красные, просто что-то будет, видимо, алое, что-то будет более цветовина, что-то, может быть, такое морковное. В общем, получается, что идея-то, конечно, интересная. Но насколько это практично. И, боже мой, эта цена. При том, что выглядит это далеко не самым люксовым образом. В таком случае лучше купить, наверное, помады от тех же самых Лобутин Бьюти или от Джимми Чу. Или помады те же самые от Виктории Бекхам, если вам хочется такого вот чего-то очень красивого, визуально. Ну, я, конечно, брать не буду, и хотелось бы спросить, будете ли брать вы, но думаю, что, наверное, нет. Но в любом случае, конечно, интересно, интересно, куда идёт бьюти-индустрия и что нас ждёт дальше. И вот от этого бьюти-нонсенса давайте мы с вами перейдём к более зимным помадам и Шарлотте Тилбери. Помады, которые я люблю, помады, которые мне нравятся. Шарлотта вышла с тремя оттенками своих Kissing Lipstick. И это Sweet Blossom Lucky Gloria, также Rose Wish. Насколько понимает, цена классическая, 3-4 доллара. Также визуальное оформление, конечно, очень красивое. Честно говоря, я, глядя на оттенки, понимаю, что у меня эти оттенки, похожие, точнее говоря, оттенки, именно в этой же формуле от той же самой Шарлотты уже есть. Это нечто другое, не то, что было до этого, но всё-таки очень похожее. Поэтому брать не буду, хотя, конечно, визуально очень красивое и очень привлекает. Зато меня очень заинтересовал другой релиз от Шарлотты, The Hyaluronic Happy Kiss. Это такой бальзам для губ, который делает ваши губки более сочными, более пухлыми. Цена данного продукта классическая, 3-4 доллара. Я, честно говоря, нахожу цену избыточной, но в то же время попробовать мне было бы интересно. Думаю, что когда произойдёт релиз, может быть, какой-нибудь оттенок я для себя и выберу, хотя я посмотрю, но, честно, помада от Шарлотты мне интересует, мне не нравится. Я, возможно, попробую, хотя я действительно стараюсь держаться от продуктов для губ подальше пока что. Но посмотрим, посмотрим. То, что меня действительно заинтересовало, это палетка пятёрка от Dior Pink Sakura. Мне Анечка, моя подписчица, написала, что у Dior сейчас великолепное качество теней. Я давно не пробовала тени от Dior, и мне интересно было бы попробовать. И смотрю на эту палетку, понимаю, что она мне точно понравится. С другой стороны, думаю, насколько много у меня таких сиреневых или сливовых палеток. Стоит ли именно эту палетку брать от Dior? Или стоит взять что-то попроще, что-то, чем я, скорее всего, буду пользоваться, имею в виду, чаще, да? Всё-таки, сколько бы у меня сейчас палеток сиреневых не было, это всё-таки не то, что я использую каждый день. Это действительно не то, чем я крашусь очень часто. Поэтому, может быть, стоит мне попробовать что-то другое от Dior. Но палетка мне это нравится. Конечно, она меня очень привлекает. Я пока что не решила, что я буду с этим делать, но мне любопытно. А вы, ребят, будете её покупать? Пробовали ли вы тени от Dior? Какие-то последние релизы? Что вам понравилось? Напишите мне в комментариях. Также стало известно о новом релизе от бренда Succo. И вот здесь мне хотелось бы попробовать, потому что я ничего ещё не пробовала от этого бренда. Не могу сказать, что какая-то из этих палеток меня очень сильно привлекает. То есть, они мне все кажутся очень обычными. С другой стороны, мне кажется, это и неплохим, когда мы говорим о люксе, да? Начиная с чего-то такого простого. В любом случае, мне кажется, это любопытно. Если вы пробовали тени от Succo, напишите мне, как вам качество. Мне действительно любопытно. Мне Аня тоже говорила о том, что они очень прозрачные, очень такие светлые. Но это, наверное, логично, потому что это японский бренд. Всё-таки, когда мы говорим о восточной красоте, да, и о восточной косметике декоративной, то она всё-таки такая лёгкая. Это не что-то яркое и насыщенное. Это такие более прозрачные оттенки. Но попробовать любопытно. Я не знаю, попробую ли я что-то из этого или попробую уже какой-то другой релиз. Но попробовать мне действительно очень любопытно в этом году. Стало известно также, что Pet Magrat выходит с чем-то новым. Пока что она не объявила о том, что нас ждёт, но чует моё сердце, что это ещё одна палетка из коллекции ROS. Я уже приготовила 125 баксов, практически достала из кармана, да, карточку жду. Посмотрим, что там будет, но очень любопытно. А что ещё любопытнее, это то, что Tom Ford выходит с новой коллекцией. Наконец-то я очень надеюсь, что эта коллекция будет действительно новой и будет отличаться от того, что было до этого. По крайней мере, на фото такое ощущение, что он взял коллекцию прошлого года. Точнее говоря, позапрошлого уже получается. И опять её к нам вернул. При том, что ту коллекцию он распродал за 50% от оригинальной цены. Прекрасно-таки успела урвать две палетки. И надеюсь, что нас не ждёт возвращение той коллекции, а он сделает что-нибудь совсем новое. На мне очень любопытно, и я с нетерпением жду. Я хочу увидеть, что же он там придумал для нас. Надеюсь, что это что-то совсем новое, совсем другое и очень интересное. И последний, ребята, релиз, который вчера взбудоражил весь Инстаграм, это Наташа Динона и её коллекция, посвящённая Нью Святого Валентина. Наташа решила долго не мудрить, не запариваться, и к этому Нью Святого Валентина подарить нам мини-лавпалет. То есть в том году у нас была большая палетка «Любовь», в этом году маленькая. Большую я не купила, потому что она мне показалась уж слишком розово-поросячьей, а эта мне кажется очень любопытной. Я её, естественно, куплю. Наверное, к тому моменту, как будете смотреть это видео, палетка уже будет мной заказана. Мне кажется, она очень любопытной. 25 баксов, конечно, это небольшая цена за палетку теней, поэтому, естественно, я её приобретаю. Также мне, на самом деле, интересно и помаду попробовать, хотя вот вроде бы мне не хочется пробовать помад, но помаду от Наташи я ещё не пробовала, ни помады, ни блески, так что я пока что вообще ничего об этом не знаю. Поэтому посмотрю. Может быть, как раз-таки приобрету и помаду, и приобрету эту палеточку, в которой Наташа обещала свои дохромы. И мы здесь все-таки улыбнулись после этого слова, да. Но да, думаю, что как-то, наверное, так. В этом релизе также нас ждёт двушка из халайтера и румян. Халайтер здесь новый, он будет такой розовый с шампанским, что мне, на самом деле, любопытно, но румяна в том же оттенке, что вы могли бы встретить в палетке Большой Дарья. Поэтому я думаю, что палетку для лица я брать не буду, но обязательно возьму палетку теней, подумаю над помадой, и, может быть, также куплю карандаш Дрюгуб, потому что карандаши у Наташи вышли тоже относительно недавно. Тоже можно отнести к новым релизам. Их я ещё тоже не пробовала. И на этом, ребята, у меня сегодня всё. Напишите мне в комментариях, что из этого вы сами собираетесь покупать, что из этого было бы вам интересно, чтобы я обозрела на своём канале. Мне любопытно, естественно, эти видео, собственно говоря, предназначены для того, чтобы понять, что твоя аудитория, что твоё комьюнити хочет, что им интересно, что им любопытно. А теперь давайте прощаться. Я, как всегда, буду рада вашим лайкам, вашим комментариям. Подпишитесь, если до сих пор не подписаны. И жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я, ребят, как всегда, желаю вам великолепного дня, нескучных релизов, всем нам больших скидок на новые релизы. И мы с вами, ребята, увидимся уже очень-очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok